Девушки отдыхают Сегодня у нас на календаре 9 мая, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Глафиру. Это имя произошло от древнегреческого слова «глафюре», что означает «изящное». Небесным покровителем ее является праведная Глафира Амасийская Дева. В начале IV века в восточной части Римской империи жила Дева Глафира. Она была служанкой жены императора Ликиния. Правитель воспылал страстью к ней. Святая Дева рассказала все царице и попросила защиты, переодев в мужское платье. И дав денег, царица удалила ее из города в сопровождении преданных слуг. А императору сказала, что служанка сошла с ума и лежит при смерти. Странствуя, Глафира остановилась в городе Амасии, где местный епископ Василий дал ей приют. В это время святитель строил храм, и Дева передала на его постройку все деньги, что дала ей царица Констанция. А в письме попросила прислать еще на окончание строительства. Констанция исполнила просьбу, но о письме узнал император и потребовал вернуть служанку. Но к тому времени святая Глафира уже отдала Богу душу. Еще один именинник – Иван, небесным покровителем которого является священномученик Иоанн Панков. Пресвитер, который пострадал вместе с сыновьями Николаем и Петром. В 1915 году Иоанн Львович был рогоположен во священника. Неподалеку от храма располагалась водяная мельница. При захвате власти безбожниками она была реквизирована, и следил за ней солдат Тихон Кутузов. Солдат не стеснялся и не скрывал презрения к батюшке. В страхе за свою жизнь отец Иоанн обратился к крестьянам, чтобы в случае нападения они его защитили. Однажды местные явились на мельницу, чтобы выселить Кутузова. Солдат не пожелал уходить и в ответ стал стрелять из винтовки. Несколько крестьян были убиты. Разъяренная толпа бросилась на Кутузова и убила его. Вскоре в село приехали красноармейцы. Отца Иоанна обвинили в мятеже. Его и двух сыновей убили, истыкав штыками. Тела убитых неделю оставались непогребенными. А после их похоронили неподалеку от храма. А также своими молитвами с Днем Ангела мы поздравляем Василия и Стефана. Самим именинникам следует посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас, да хранит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok